В наш город приехал клоун. Сразу представляешь артиста в рыжем парике, с веснушками, неуклюжего и смешного. Но наш клоун не такой, по крайней мере в этот момент. Хотя самого главного, коверного, видно и на подобной цирковой площадке. Володя, а скажите, пожалуйста, а чего вы в цирке не умеете? В цирке? Чего не умею? Ну в цирке надо клоун, я же клоун, а клоун должен в принципе уметь все. Поэтому я не знаю, я много чего не умею, но много чего умею. Он по деловому серьезен, по рабочему собран, достраивает манеж, чтобы к вечеру на нем устроить праздник. Не секрет, что в цирке сегодня, после Карандаша, Никулина, Олега Попова, хороших клоунов мало. Ведь клоуну, как известно, должны быть по плечу все цирковые жанры. Он и драматург, и режиссер, и визажист, и портной, и акробат. И в первую очередь артист. Дерябкин для цирка фамилия известная. У него и отец, заслуженный артист России, клоуном работал. И он, Владимир Дерябкин-младший, достойный продолжатель славной династии. Гордится международными призами, а главное, очевидной зрительской любовью. Клоун – это не просто профессия смешить людей. Скорее, это философия. Это история человека, который в самой курьезной ситуации сохраняет чувство собственного достоинства. Дерябкин «Человек-праздник» не только заставляет зал хохотать до коликов, но и задумываться, и грустить. Ведь все происходящее в замкнутом круге арены подсмотрено клоуном жизни. Закрыли все двери, Устроили все звери, Косолапый партнер «Медведь Данила» Он, конечно, не человек, но артист не хуже Дерябкина. Изящно передвигается на задних лапах, катается на скутере и органично существует в любом лирическом, либо комедийном образе. Вечером после представления клоун-дрессировщик и его косолапые коллеги отрабатывают обязательную закулисную программу. Пять кругов вокруг манежа. Обязательный мышечный тренинг для будущего артиста. Репетиция по одеванию штанов. Энтузиазма ноль, но привыкать-то надо. Хотя и старшие, более опытные коллеги эту процедуру переносят без особого восторга. Самостоятельные номера клоуна – это связующее звено всего представления. У Дерябкина программа начинается с песни, которую написал и исполнял на манеже его знаменитый отец. Ты все посидела, чуть-чуть быть постарела, И все продолжаешь нас ждать. Ты все посидела, чуть-чуть быть постарела, И все продолжаешь нас ждать. И вот клоун Дерябкин в придачу к известным циркам всей страны и даже мира, где любят и ждут и его самого, и его больших и маленьких медведей, решил завести еще свой собственный цирк Шапито. Но даже не представляете, какое большое хозяйство этот маленький цирк. Можно сказать, даже большое и очень быстрое хозяйство. Вот этот директорский веник. Володя, расскажите, что здесь происходит? Здесь происходит страшное дело. Здесь происходит подготовка к завтрашней премьере, к открытию сезона нашего цирка. Вашего личного? Ну да. Вы же бизнесмен? Вы же не клоун? Нет, я клоун прежде всего. И бизнесом занимаюсь здесь. Я здесь занимаюсь не бизнесом. Я здесь занимаюсь любимым делом творчества. У меня творчество во всем. Взял сварочный аппарат, заварил, сварил какую-то перилу сюда. Это же, я считаю, тоже творчество. Это я сделал. А в пятницу у меня представление на Цветном бульваре. Никто не думает, что клоун после того, как он уходит с манежа с овациями. Никто кому даже в голову не придет, что он поехал в это уже после представления в 10, в 11 уже здесь, в другом месте. Сел за трактор, забил ламы, покомандовал, поруководил, приварил. В 2 часа лег спать. В 9 опять встал, что-то подделал, подделал, подделал. Потому что в субботу в пол третьего представления на Цветном, вот до часу здесь и туда. Там быстро опять отработал. И вот такая вот жизнь. А вас что, нужда заставила? Вам что, жизнь не на что была? Нет, нет. Это же мое любимое дело. Это то, в чем я себя реализую целиком и полностью. Вот на данный момент в моей жизни это, наверное, вот самое то, что у меня получается лучше всего. И то, чем я хочу заниматься, то, что я люблю. И то, что принесет пользу остальным, другим зрителям, которые придут, сядут вот сюда. И в конце представления будут кричать, молодцы, артистам. А я буду стоять вон там, никто меня не будет видеть. То есть вы здесь не клоун? Нет, конечно. Нет. Вы что, в своем шапитоне работали клоуном? Нет, работаю. Почему? Просто когда у меня работа на Цветном бульваре, я работаю на Цветном бульваре. То есть этого все-таки достаточно? Конечно. Что же Максим Юрьевич скажу? Максим Юрьевич, я поездил к себе в шапитон, он мне настучит по шапке. Как у вас тут дарила, беру, добычу, я сила. Номер про гаишника знают сегодня во всем мире. За него и на Всемирном цирковом фестивале «Золотой слон» клоуну Дерябкину дали гран-при. Ну а о барабанщике такого уровня может мечтать любая рок-группа. Однако Дерябкин человек-оркестр идет своим путем, играет свою роль в соло-клоуна. Именно клоуна в цирке зритель принимает как своего. Зрителю хочется праздника, и если не он, то кто же должен воплотить праздник в жизнь? Пройдет день-другой, и цирковые разъедутся. Кто на запад, кто на восток. Клоун Дерябкин тоже погрузит в свой трейлер реквизит, дорожные контейнеры, клетки с медведями, детские игрушки. И отправится со всем хозяйством и семейством, может в Архангельск, а может в Воронеж. Увезет с собой и свой дом на колесах, и кому-то другому будет дарить самые искренние и светлые эмоции. Пойдемте, пойдемте. Холодно, я уже задубел. Январь такой холодный, просто все течет. Откройте дверь, домой не пускают, а? Что же делать? Придется ночевать где-то здесь. Под фурой, наверное. Да? Кто-нибудь-то есть дома, нет? Смотри вон туда, вон, смотри. Вон туда смотри, смотри. Вот. Опа. Давайте, пойдемте. Пошли. Ну вообще, Шапито у вас появилась какая-то потребность сделать что-то необычное в цирке? Нет, просто Шапито появилось потому, что они начали просто... Это-то культура цирков Шапито. Она у нас в России не очень развита, допустим, как в Италии, как в Европе. Самая большая индустрия Шапито цирков, это Италия и Германия. А у нас она как бы хромала. Ну и постепенно, постепенно еще почему? Как-то я попал в цирк, вот такой вот цирк Шапито в маленький, посмотрел и думаю, как же здесь прикольно-то, как же здесь вообще по-другому-то все. Как же здесь все близко, да все вот... Да вообще здесь интересно просто. Это просто интересно. Раз приехали, площадка пустая, фотография. Через пять часов уже фуры стоят. А сколько дней назад вы приехали и как быстро собираете всю эту палатку? Это все... Вот мы приезжаем, допустим, график у нас такой, приблизительный. В воскресенье мы заканчиваем в городе, вот допустим, вот здесь мы воскресенье закончим. У нас будет представление в три часа дня, где-то в шесть мы закончим, все покушают, поужинают и с семи до трех часов ночи. Здесь уже не будет ничего. Это все погрузится в фуры, разберется, погрузится в фуры. Все, все ламы выдернутся, все-все-все, дырки заделаются, будут стоять только фуры. К трех часам ночи приблизительно. И в девять, в десять мы уже отправляемся на другую площадку. Мы переезжаем в следующий город. Это понедельник, там мы делаем разметку. Это же все нужно пометить, не просто так вот, взял и как зонтик его открыл. Целое, целое дело. Здесь у нас будет стоять столовая, здесь у нас будет стоять гостиница, здесь у нас цирк, здесь пойдут якоря, растяжки от цирка, здесь это, здесь пета, здесь вода. Где подключение электричества потянем отсюда, здесь по фурам проведем. Это целое, 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 ну передвижной цирк, такой же цирк, как на Северном бульваре, только поменьше, естественно. И он еще ездит, он двигается, если там все стоит статистично, привез фонарь, поставил, только протирая пыль, там все, там тепло, хорошо. Хотите сказать, что все это собрано за один день? Сутки. А вы весь состав номеров и группы набираете на месте? Вся труппа, все, 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 начиная от монтажников и заканчивая осветителями и продавцами попкорна и всего-всего-всего, ездит весь сезон с цирком. Это весь кочевой табор? Да. Это где-то человек, наверное, 30, бригада такая, которая, 10 из них монтажник, и 20, 25 артистов примерно, звукорежиссер, осветители. Ну, это цирк, это все, что есть в большом цирке, все здесь и здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот мы с вами в последний раз встречались 7 лет назад, вы были заняты тоже в Москве, в цирке Никулина. Что у вас за эти 7 лет произошло, сколько стран, сколько городов, хотя бы примерно, вы посетили, то есть от Москвы до Москвы что было? От Москвы до Москвы я, в принципе, плодотворно прожил эти 7 лет, вот для меня, по крайней мере, последние 5 лет я, слава богу, иду вперед потихонечку. Не сильно, ну, потихонечку, не сижу на месте, двигаюсь, что-то делаю. А сколько городов их даже не, я даже боюсь сказать сколько их, это было много, это было, во-первых, 7-6 сезонов вот этого цирка, 6 летних сезонов. А между ними были еще зимние, а зимние мы уезжали в города со стационарными цирками, там, Брянск, Воронеж, Тула, Ижевск, там, Иваново, ну, Рязань. Они, они, для нас-то это, это для обычных людей, там, к примеру, мы завтра или мы в сентябре поедем на море, они говорят в январе об этом. Вот. А мы чай попили, слышь, может, на море съездим? Поехали. Так, а что надо с собой-то? Все есть, все. Сумки кинули и поехали. То есть для нас это не поехать куда-то, не надо собираться. Поэтому вся наша жизнь – это езда. Мы едем, едем, едем. Дорога, автомобили, гаишники, ремонт машин, все. За это время у вас ведь родилась дочь? Родилась вторая и подросла первая. Первая ведет представление здесь уже. Сама? А сколько ей сейчас? Старше 11 лет. То есть она работает? Так и младшие 4 года она тоже работает. Она на Цветном бульваре, у меня есть реприза, в которой обязательно нужно, чтобы выбежал маленький ребенок. Подсадной ребенок. Да, подсадной ребенок и отдал клоуну конфету. И этот момент взрывной такой. Все, она сидит, целое представление до этой репризы. Исполняет свои там, она там кричит кое-что из зрительного зала, все смеются. Дети бегут отдать клоуну все, чтобы там... Вот они срываются со своих мест. Папа, дай кто что, кто с боем получил светяшку какую-то, отдает. Отдает, потому что, ну, сюжет там такой вот, реприза очень трогательный. И не может оставить русского человека, да любого человека. В редакции сидят люди и плачут. То есть вот такую эмоцию вызывает репризом. Вы, как известно, не только крон, который веселит людей, но вы лирический клоун. И у вас есть замечательная песня, которую написал ваш папа, в которой участвовал раньше Медведь Данила. Во-первых, что с ним стало и откуда взялся вот этот малыш, которого вы сегодня выносите пока что на манеж. Медведь Данила стал немножко большой. А так как моя партнерша, у меня же есть номер с... мы не только поют песню, но еще с полицейским. И там помогает мне моя супруга. А супруга у меня очень маленькая. А медведь очень большой. Медведь весит 120 килограмм. А супруга моя... 40, дай бог. 40 в мокрой фуфайке, да. Вот. Поэтому если, не дай бог, а вы понимаете, что медведь это медведь. И предсказать ничего невозможно. Он... Это самое непредсказуемое животное. В цирке очень опасное. И вот, чтобы не доводить до пика, я был на гастролях в Сочи. И мне удалось устроить... Ой, большая проблема устроить животное куда-то после цирка. Это тяжело сделать. Потому что, ну куда медведя? Да, собаку отдал людям. Возьмите, в огороде будет жить хорошо. Будку сколотим. Там, кормить будем. А медведя куда? И там получилось, что пришли люди и говорят, ой, а мы вот могли бы взять у нас там зоопарк. И он живет теперь в зоопарке. В таком модном. Там питание. Там, во-первых, воздух. Это туапсе, что ли, рядом где-то под Сочи. В общем, попал в санаторий. Он живет теперь в санатории. Ясно. А малыш? А малыш попал к нам из лесу. Позвонили, принесли охотники. То есть, концов нет. Его принесли, вот на варке оставили. Как его зовут? Его зовут Дуся. Это она, девочка Дуся. То есть, номер полицейский ждет, пока Дуся вырастет? Дуся сейчас, я думаю, что номер полицейский, так по моим подсчетам, уже будет готов к елкам. Елки, это, ну, елки, когда начинаем с 25 декабря, грубо говоря, до по 12 января. Вот такой где-то период елочных спектаклей. И вот к этому моменту, а на елке, как правило, почему на елке? Ну, уже подготавливается номер к этому времени. И на елке можно легко выпустить животное, даже сыроватое, которое может что-то не сделать. Потому что представлений много, идет накат, дети, все это прощается, и всегда это христиан очень маленький. А маленькому прощается все. Маленькому прощается все. Даже если он вообще ничего не делает, люди понимают, что ну маленький он. Ну, понятно, все это. А если большой не делает, то тут возникают вопросы. Здравствуйте! Здравствуйте! А какое главное качество у клоуна? Главные качества те, которые в нас постепенно умирают. Вот это главное качество не только в клоуне, а в любом человеке. Дать слово, сдержать его. Сказал, сделал. Какие-то понятия взрослые, дети. То, чему нас воспитали еще. Я же еще ребенок, рожденный в СССР. Поэтому там-то все равно был заквас какой-то. И вот те понятия, которые были привиты тем временем и воспитаны у нас, как в детках, они так и остались на 80% и во взрослых людях. Аплодатель за работу, наградил на международном фестивале в Москве Владимир Береткин. Я всю жизнь родилась тоже в цирке, у нее цирковая династия. Для меня, в принципе, это ничего нового нет. В вагончике, там, переезды. Я с этим выросла. То есть у меня изначально с детства, то есть такая... Ездили мы с семьей в гастроли, жили. То есть дома на одном месте я ни разу не жила. То есть у нас там месяц мы побудем дома и поехали на гастроли с родителями туда, 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 туда. Но вообще, я думаю, что, ну, просто с такой жизнью, как я выросла, я думаю, что очень тяжело будет мне сидеть на одном месте в Москве, там, допустим, или в Петербурге, где мы будем жить. Очень тяжело будет сидеть на одном месте. И не разъезжая по городам, и не видя там, допустим, Курск, Ижевск, вот мы сейчас поедем, Архангельск, Волг, да. Ведь каждый город, он имеет какую-то свою привлекательность. Есть какие-то достопримечательности, достоинства в каждом городе. И когда ты приезжаешь и это видишь, это там общее кругообозрение такое. Я знаю про вас одну страшную тайну, что вы получили полное, не полное, а среднее образование, закончили целых шесть классов. Да, было. А, ваша старшая дочь. А, за это время, вот я вам что-то хочу сказать. Вы окончили Оксфорд? Да. Кембридж. Ну, поподробнее. Или ингридж, please? Нет, все, ну, нельзя же ходить-то совсем уже необразованным. Поэтому пришлось все сделать, закончить, как положено, как все, получить диплом. И теперь я везде смело говорю, у меня... А у вас какое образование? Я же... Высшее. Время-то идет. Учимся, учимся, учимся всему, растем, вырастаем. Но вот ваша старшая дочь, она в каком-то роде идет по вашим стопам, она какое образование получает? Какое? Школьное образование сейчас пока учится, очень хорошо. Где, в Москве, или она в то время переезжает в разные школы? Она учится, мы стараемся, чтобы она была в Москве постоянно, для того, чтобы, ну, не повторять ошибок предков. Потому что с переездами, ну, тяжело на самом деле. И вот попадается так, вот сейчас, грубо говоря, восьмимесячные гастроли в Москве, да, она сейчас доучивается, еще один класс, и уже опять она отучилась год в одной и той же школе. В цирку попасть очень легко, уйти сложно отсюда. Вот тут есть некоторые экземпляры, которые, которых вывел, вот повар, он из Альметьевска пришел. Я говорю, ты кто? Он, на работу возьмете, я повар. Он такой толстенький такой, кругленький. Я его сразу в колпаке представил, ну, у меня свой фартуки, думаю, вот, прикольный. А что, повар на кухне должен быть толстенький. Это, я говорю, Беру, иди-ка, приготовь покушать. Ну, приготовил вкусненько, вот уже четвертый год никак не может отцепиться. Звезда, четвертый сезон в цирке. Это вот про тех, которые я говорил, которых не выгнать никак. Получается, что человек 30 постоянно ездит с вами из города в город. Какие законы действуют в этом таборе? Что здесь можно и что нельзя? Ну, прежде всего, семечки нельзя на территории грызть. Это почему? Ну, это такой закон. Это дурной тон? Вообще, цирка, семечки и цирки незавместимы. Это, видимо, ну, конечно, можно делать все. Есть такое поверье, что какие-то цирки раньше приезжали в город, вот к ним никто не ходил, они грызли семечки. И это я так слышал. Не знаю, откуда идет это все веяние, откуда идет то, что к манежу спиной сидеть нельзя. Оно здесь так же, как и в любом. Ну, такой же цирк. Все такое, окончание, банкетик, начало премьера, банкетик. Вы своим дочерям желаете судьбы выйти замуж за оклонов и остаться в цирке навсегда? Они артистки. Они артистки. Их не надо учить ничему, они вот прирожденные. То есть им чук-чук-чук-чук-чук. Они, я сам удивляюсь, как так, они артистки, они, ну, старшая сейчас, вот, помимо того, что она программу вела здесь, сейчас будет здесь же вести ее. И на елке, на эти елке, она была главная роль на Цветном бульваре в елочном спектакле. Там, где используются дети, ну, нужен вот ребенок, какой-то персонаж. Она раз и пошла, режиссеры все, что это говорит, такая девчонка. Я сам был на гастролях в Сочи, я и не видел этого дела. Я сказал, вот, держите, нате. Дети в цирке, они взросли гораздо, чем не в цирке. У нее 60 представлений или 65 представлений было за две недели, что ли. Ну, каждый день по три, в общем. Два с половиной часа она на ногах бегает, ей 11 лет, и, ну, там, не просто бегает, там, движения какие-то, там же, сценарии. Она там, это, идем сюда, туда, сюда. Главная роль. Катя, будешь попрыгать? Даже не знаю. Ну, я же вижу, что ты хочешь-то. Я же, знаешь, что ты мне рассказываешь. Залезь. Вот, Витька сейчас как покажет вам. Вот это да. Кульбиты. Это парень специально заточенный под батут. Он может прыгать час, два, три, четыре, пять. Сколько хотите. Володя, а по вашему мнению, что есть лучше цирка? Только, наверное, цирк, который лучше, чем предыдущий цирк. Вот, примерно, да. Только смелее переноси центр тяжести туда, а потом его обратно, туда, а обратно. Как бы не бойся, не заваливай слишком. Это была программа «Имена». Специально для вас. Дмитрий Соловьев, Екатерина Куприева, Максим Горелов за камерой и цирка Владимира Дерявкина. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok